Добрый день, уважаемые зрители телеканала Управда ТВ. Я Данил Ноздряков, и сегодня мы поговорим с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первым заместителем председателя правления Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым. Добрый день, Владимир Владимирович. Да, добрый день. С нашего последнего интервью в Ульяновской области произошло много изменений. В частности, губернатор Сергей Морозов покинул свой пост. Его правление было очень долгим в Ульяновской области, как по меркам самого региона, так и вообще по меркам современной России. Целых 16 лет. Как вы оцениваете его деятельность на этом посту в течение этого времени? Я думаю, что сверхглубокий анализ не нужен. И, видя те результаты, к которым сейчас подошла Ульяновская область, однозначно оцениваются знаком плюс. Тем более, учитывать необходимо то, что время старта было очень сложным, и нельзя не рассматривать ту низкую стартовую базу, с которой пришлось начать работу команде Сергея Ивановича. В качестве основных достижений, которые, вне всякого сомнения, должен использовать Алексей Юрьевич, это в первую очередь создание крайне благоприятных для инвесторов условий. Инвестиционный климат в Ульяновской области, на мой взгляд, один из лучших в нашей стране. Причем трепетное отношение к инвесторам одинаково, как к российским, так и зарубежным. Наверное, этим объясняется с точки зрения конкуренции с близлежащими регионами сохранение авиастроительной площадки. Мы помним борьбу Авиакора и Авиастара, и в этой борьбе Ульяновская область оказалась более сильной. Но на этом Сергей Иванович не остановился, и создана была аэропортовая зона, центр композитостроения, ряд других очень важных для нашей территории объектов промышленности. Но не следует забывать еще и результаты, которые были продемонстрированы на треке привлечения внешних инвесторов. И здесь, конечно же, тоже очень широкий референс-лист, начиная с ДМГ Мори, заканчивая теми многочисленными, пусть и не столь большими компаниями, которые активно развиваются на Ульяновской земле. Поэтому мне кажется, что время колботства Сергеем Ивановичем Ульяновской области необходимо зачитывать со знаком «плюс». Временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области стал Алексей Русских. Как вы относитесь к такому выбору президента? И знакомы ли вы с своим коллегой по парламентской деятельности? И как его деятельность можете оценить? Вы знаете, не перестаю удивляться нестандартным, но, как показывает практика, единственным правильным шагам нашего президента. И я Алексея Юрьевича знаю уже достаточно давно, еще до его карьеры депутатом. Он входил в руководящие органы Союза машиностроителей России, был членом бюро Союза, показывая очень хорошие результаты, как организатор современных производств. Конечно же, большим плюсом является то, что мы говорим с ним на одном языке, на одном техническом языке. Человек, который закончил МВТУ имени Баумана, у которого сформированы правильные алгоритмы принятия решения и технократичные оценки всего, начиная от проектов, которые предлагают, заканчивая бережным и грамотным отношением к людям. Мы вместе с Алексеем Юрьевичем были в предыдущем созыве Государственной Думы, затем он был членом Совета Федерации, и наши контакты были менее интенсивные. Но тем не менее, я с большим удовлетворением отмечаю, что Алексей Юрьевич по-прежнему также эффективно работал и на законодательном поприще, по-прежнему увлекается спортом, он хороший спортсмен, я вижу, что он в хорошей форме, и ему эта форма пригодится, потому что тем, который Сергей Иванович набрал в работе со своей командой, потребует от его преемника достаточно больших усилий, но я надеюсь, что мы все вместе поможем, и результаты не заставят себя ждать. Если говорить о событиях общефедерального уровня, то, наверное, самым главным событием в этой повестке за последнее время стало послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Какие ключевые идеи и направления этой программной речи вы могли бы обозначить? Вы знаете, я исписал чуть ли не половину блокнота. Во-первых, мы все ждали этого послания, и оно несколько затягивалось, и была некая интрига. Действительно, интрига получила свое разрешение, особенно это было очень контрастно на фоне того внешнеполитического давления, тех попыток понудить нашу страну к принятию невыгодных для себя решений. И то, что наш президент сконцентрировался практически в основном на внутрикономических вопросах, на вопросах повышения эффективности в пандемийный период, в первую очередь мерам поддержки как отдельных групп населения, наиболее нуждающихся, это не полные семьи, это семьи с детьми, отдельно масса мероприятий, которые помогут нашим детям, как дошколятам, так и школьникам, с меньшими издержками, заложить крепкий фундамент здоровья в каникулярный период, и лучше подготовиться к школе. По крайней мере, для их родителей это будет менее обременительно. Но был и целый ряд мер поддержки, направленный на наиболее значимые для нас отрасли. И мне, как одному из руководителей члена Союза машиностроителей, это особенно отрадно видеть. Но помимо того, что сразу же бросаются глаза, я еще бы акцентировал внимание на нескольких тезисах, которые, я думаю, только лишь впоследствии раскроют всю глубину и всю свою значимость. В первую очередь, это продолжение дальнейшего курса на дефшеризацию российского бизнеса и национализацию российской бизнес-элиты. Президент достаточно иронично упомянул о том, что несмотря на общее сокращение доходов населения, небольшое сокращение промо-производства, тем не менее, есть ряд компаний, оказывающих услуги, в первую очередь финансовые услуги, которые показывают очень хорошие результаты. И мы понимаем, что это результаты скрыты в тарифах, которые мы, потребители, платим за эти услуги, за эти товары, когда те или иные группы сырьевиков ориентируются на мировые цены на свою продукцию, но отнюдь не на мировые зарплаты. И, конечно, это им позволяет формировать достаточно большую прибыль. Так вот, слова президента о том, что надо внимательно посмотреть, я думаю, что это обращение и к федеральной антимонопольной службе, к другим контрольным, надзорным и правоохранительным органам, куда эти, на мой взгляд, не вполне справедливо заработанные прибыли пойдут. Пойдут ли они на выплату дивидендов в офшорные зоны, или пойдут на дальнейшее развитие производства, на старт новых бизнес-проектов, которые на территории нашей страны будут формировать основные фонды, закупку серьезного современного оборудования, увеличение социальной защиты работников, которые на этих предприятиях работают. Я думаю, что после вот этого вопроса, обращенного, понятно, к кому президента, должна достаточно серьезно поменяться бизнес-парадигма. Второе, что привлекло мое внимание, это то, что нынешний год, объявленный годом науки, явно в этом году не закончится, по крайней мере, и внимание со стороны главы государства, поскольку речь идет о выделении очень значительных бюджетных сумм, это более 1,6 триллиона рублей до 2024 года, на отечественную науку, причем в значительной степени на мирную науку, и фундаментальную, и прикладную. То есть сейчас закладывается фундамент для будущей конкурентноспособности российской промышленности, потому что мы понимаем цикл от поисковых исследований к фундаментальным, от фундаментальных достижений и открытий к прикладным, а от прикладных уже промышленность приходит к выпуску той продукции, которая дает высокую прибыль, формирует рабочие места, где высокая заработная плата, формирует заказ университетам на специалистов, то есть это комплексная задача, фундамент которой закладывается именно сейчас в посыле президента в обращении к Федеральному собранию об увеличении до 1,6 триллиона рублей затрат на нашу отечественную российскую науку. Ну и второе, третье, меня не может не радовать, как человека, представляющего регион, что президент очень внимательно смотрит на закредитованность региона. Понятно, что бюджет в пандемийный период был очень напряженный, приходилось много тратить деньги и на различные медицинские препараты, на ввод дополнительных госпитальных мощностей, на индивидуальные средства защиты, и, конечно же, многие регионы вынуждены были брать дополнительные кредиты, и очень часто эти кредиты были не кредиты бюджета, а кредиты коммерческих банков. Их обслуживание легло тяжелым временем на плечи регионов. То, что сейчас президент инициирует замещение коммерческих кредитов кредитными бюджетными, разница в ставке может составлять порядок даже больше. Не секрет, что коммерческие банки дают кредиты и под 9, 10 и 12 процентов годовых, а бюджетный кредит это 0,1. И, конечно же, вот эти деньги, столь необходимые регионам, в случае замещения кредитов коммерческих бюджетными, придут в виде субсидий, целевой помощи, решения различных социальных задач. И, конечно же, вот эта вот инициатива президента не может не радовать и не внушать оптимизма. Поэтому в целом, несмотря на то, что мы ждали послания дольше, чем обычно, оно нас не разочаровало, наоборот, оно оказалось комплексным, емким и ориентированным прежде всего на наши внутренние задачи и проблемы. Говоря о напряженной внешнеполитической ситуации, о которой вы уже упомянули, вы выступаете за распространение принципа взаимности, который существует между посольствами. Ну, это известная сейчас история, когда высылают послов и дипломатов из одной страны, и, соответственно, Россия таким же образом отвечает на эти недружественные шаги. Так вот, выступаете за распространение этого принципа на и торгово-экономические отношения со странами, которые ведут, можно так сказать, недружественную политику в отношении России, санкции и различные другие попытки ущемить российские права. Не кажется ли вам, что такая политика может привести к более напряженной ситуации в отношении экономики России, и, в частности, может негативно сказаться каким-то образом на ульяновских предприятиях, которые многие из них созданы иностранными как раз инвесторами? Ну, я думаю, что торгово-экономические отношения не имеют никакой связи с перспективами развития тех предприятий, которые были созданы, в том числе и зарубежными инвесторами на территории нашей страны, потому что они являются российскими резидентами. Более того, для них это будет серьезная преференция, потому что открываются новые зоны российского рынка, которые сейчас заняты зарубежными брендами, правительство, стран которых ведет крайне недружественную политику к нам, вводя различные санкции, всячески пытаясь снизить темпы нашего экономического роста. И я могу вам сказать, что по моему глубокому убеждению, мы сами очень часто своей умиротворяющей политикой готовности, которую мы всячески декларируем к налаживанию добрых отношений, мы всячески провоцируем эти страны к последующему ужесточению собственной позиции. Но когда высылают наших дипломатов, а мы в ответ лишь сожалеем и грозим выслать, мы провоцируем высылки новых дипломатов. И не случайно, очень часто бывает так, что впоследствии мы вынуждены предпринимать гораздо более жесткие меры с более высоким градусом наталу. Абсолютно уверен, что те страны, которых президент по аналогии с бессмертным произведением Киплинга назвал, там, шаталы, с большим удовольствием, когда чувствуют себя в безопасности, пытаются из-за спины сюзерена укусить нас очень часто в протянутую руку. Причем в протянутую руку не пустую, очень часто в этой руке выгодные экономические предложения. Строительство в кредит атомной электростанции, как было в Чехии, возможность доступа к дешевым и гарантированным поставкам углеводородного сырья, как было в свое время с Болгарией, когда были проблемы с Южным потоком, да и по атомным энергоблокам, та же самая история. Когда мы предлагаем в условиях дефицита и крайне сомнительного качества зарубежных вакцин нашу номенклатуру замечательно дорекомендовавших вакцин, и правительство этих стран, вопреки интересам собственного народа, отказываются от этого. Более того, ухудшают настолько перспективы выгодных взаимоотношений, что мне кажется, что в ближайшее время не только бизнес, но и жители этих стран должны своими голосами на очередных выборах выбирать, какой курс им нужен по отношению к России. Конфорционный или курс комфортного, совместного реализации экономических программ, потому что, вы знаете, мы достаточно легко можем обойтись без чешского пила и без швейцарского сыра. Поэтому я глубоко убежден, что мы не должны провоцировать ни большие, ни малые страны своим бездействием или своим миролюбием, хамскому отношению к нашей стране. Когда Германия нас начинает получать в части общечеловеческих ценностей. Вы знаете, у меня дома хранится медаль не только за оборону Сталинграда, которую получил Герман, но и за взятие Берлина. И я думаю, что немецким политикам стоит помнить и о так называемом мороженом мясе в Сталинграде, и о другом. Поэтому у нас сильная страна, у нас есть абсолютно полная возможность ответить на любые недугственные шаги. И я думаю, нам это необходимо делать хотя бы время времени. Продолжая тему нашего внутреннего развития, в частности, развития промышленности. На недавно прошедшем форуме «Госзагаз» одной из главных тем была диверсификация оборонной промышленности. Почему это направление сейчас так важно и как оно реализуется у нас, в Ульяновской области? Это важно не только для Ульяновской области, это важно для всей нашей страны. И я не могу не отметить, что мы с очень плохими картами на руках ведем, ну во многом, конечно, благодаря мастерству нашего президента, очень хорошую игру. Причем, играя, не блефуем. Мы прекрасно понимаем, что втягиваться в гонку вооружений для нас смерти подобно. Для нас необходимо обладать современными средствами вооружений, которые бы обеспечивали неприемлемый ущерб для любого противника. И благодаря успехам гиперзвуку, благодаря успеху средств доставки, благодаря модернизации нашей ядерной триады, мы чувствуем себя абсолютно уверенно. А в таких областях, как радиоэлектронная борьба, других весьма чувствительных компонентов, современных, в том числе и беспилотию, мы в каких-то аспектах на годы опережаем супостаток. И втягиваться в гонку вооружений, наращивая гособорону за ТАСС, абсолютно бесперспективно. Можем ли мы значительно увеличить наше присутствие на внешних оружейных рынках? Я считаю, что и Рособоронный экспорт, которым руководит Александр Александрович Михеев, член Бюро Союза машиностроителей, и руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, вице-президент Союза машиностроителей Дмитрий Евгеньевич Шугайев, ежедневно делают подвиг, удерживая объемы поставок вооружений в условиях санкционного давления и наращивая портфель предоплаченных контрактов, а сейчас их по-прежнему более чем на 50 миллиардов уже заключено. И эта сумма, пускай медленно, но увеличивается, она не сокращается. Но мы можем предположить, что в текущих условиях, когда американцы прямо угрожают всем странам, не только своим сателлитам, что в случае покупки российских вооружений для этих стран наступят последствия, хотя наши партнеры прекрасно понимают, важно не только оружие, важно не только соотношение его цены и качества, но очень важно, чтобы в нужный момент это оружие могло быть использовано. А то, что в американских вооружениях присутствуют недекларированные возможности, которые порой способны выключить возможность применения этого оружия, ни для кого не секрет. И вот в этих условиях мы понимаем, что сохранение объемов – это уже большая победа. Но для предприятий необходимо развитие. Необходимо формировать новые поисковые исследования, фундаментальную прикладную науку развивать, готовить качественных специалистов, обновлять производственные мощности. Для всего этого нужны деньги. И где эти деньги? Это деньги, конечно же, в тех программах импортозамещения, о которых говорил президент, фокусируя внимание обороны на диверсификации. То есть все больше и больше доля гражданской продукции должна присутствовать на предприятиях УПК. Причем продукции высокотехнологической, продукции высокомаржинальной, то есть высокодоходной. Причем эта продукция должна иметь потенциал и для выхода на внешний рынок. Вот экспансия по выходу на внешний рынок для нас является одной из важнейших задач. И мы видим вполне осязаемые успехи. Но давайте мы посмотрим, какой огромный шаг сделала наша авиация. Вот уже МС-21 летает. И летает он отнюдь не с двигателем Прайден Гвитни, американским, а с нашим МС-21, который замечательный. Вот мы заместили двигатели Моторсич украинские. Неплохие двигатели. Но сейчас наш двигатель УВК-2500 с большим успехом ставится на линейку вертолётов. Таких примеров очень много. И это как раз есть те осязаемые примеры диверсификации УПК, освоение выпуска современной медицинской техники. Ну вы видите, какие успехи в вакцинации, в биотехнологиях. Да, есть ещё проблемные зоны. Да, есть те сферы, где необходимо увеличить усилия. В частности, это электронно-компонентная база, причём защищённая. Та, которая стойкая к радиоактивному излучению, для более эффективного использования при освоении космического пространства. Но не сразу Москва строилась. И я считаю, что даже те промежуточные результаты, которые мы имеем сегодня, говорят о том, что мы идём абсолютно правильным путём, который наметил президент. И надо просто проявлять спокойствие, настойчивость, и результаты не заставят себя ждать. В этом году предстоят не только выборы губернатора Ульяновской области, но и вообще в России большой электоральный цикл. И в том числе будут выборы в Государственную Думу. Вы участвуете в предварительном голосовании по партии «Единая Россия». И с какой программой вы идёте на эти выборы? Вы знаете, я иду не с программой. Я иду с перечнем тех дел, которые были сделаны за прошедшие два созыва. Причём это дела вполне осязаемые, имеющие материальное наполнение, имеющие преференции для регионов, для предприятий, для университетов, для людей. И с желанием те незавершённые проекты и законы, которые есть, продолжить. Мною было вынесено более 190 законопроектов за эти 10 лет. И 111 из которых уже приняты во всех трёх чтениях, подписаны президентом, то есть более половины, 60%. Но и оставшаяся значительная часть из них находится на разных этапах. Какие-то из них прошли первое чтение, какие-то прошли вторые. Вот есть очень важный для оборудования законопроект, который корректирует позицию Центробанка, на мой взгляд, неправильную. И неправильную не только, на мой взгляд, но и на взгляд правительства, потому что правительство поддержало. Мы приняли во всех трёх чтениях этот законопроект. Его поддержал Совет Федерации. И со дня на день я жду, когда подпишет президент, после опубликования, он вступит в силу. Так вот, мне кажется, что депутаты, которые избираются на первый, не первый раз, должны идти не с планами, проектами и прожектами, а отчётом о выполненной работе и информацией о том, что и когда они планируют завершить. Всё то, что должно принести на территорию новые возможности, новые деньги и новые блага, как для жителей, как и для экономики. Поэтому вот у меня такой подход. Ещё немного ранее выборов в Государственную Думу, летом этого года пройдёт 10-й, уже 10-й юбилейный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего». Он состоится в Туле. Расскажите, пожалуйста, как идёт к нему подготовка? Вы знаете, замечательные проекты, действительно, в этом году он будет юбилейный. Уже сейчас подтвердили участие более 60 стран. Разумеется, около половины участников – это российские команды, крупнейших предприятий, от «Алмаз-Антея», «Ростеха» и «Роскосмоса» до объединённой судостроительной корпорации, различных авиационных предприятий, «КамАЗ», «ВАЗ». Но прежде всего мы, конечно же, формируем эту площадку, где много и образовательных сервисов, где большая программа, и деловая, и экскурсионная, и спортивная, для того, чтобы молодые люди могли, разорвав шаблоны, в которых они живут, познакомившись с сверстниками, это молодые руководители, возраст до 35 лет, открыли бы для себя новые возможности. Не только новые знания и компетенции, но и новые возможности, которые дают коммуникации. Пообщались с руководителями крупнейших вертикально интегрированных структур, госкорпораций, побывали на производственных площадках, на Тульском периметре, очень много интересных оборудованных предприятий, в том числе и высокоточное оружие, очень интересные учебные центры для подготовки зарубежных специалистов. Мы были в очень сложном положении, потому что за право принять у себя юбилейный молодежный форум претендовало 17 территорий. И каждый из губернаторов считал, что его территория наиболее подходящая. И конкуренция была невероятно сильной. Но наш руководитель, руководитель Союза машиностроителей России Сергеевич Чемезов сказал, что мы должны быть справедливы. Та команда, которая заняла первое место на девятом форуме, имеет приоритетное право возвысить свой голос за свой регион. И поскольку именно команда Тулы стала победителем, победив в очень серьезной, сложной борьбе другие территории, право проведения форума было отдано именно Тульской губернии. Сейчас уже высокая степень готовности. Будут очень хорошие и бытовые, но что самое главное, условия по обучению, образованию, открыты новые факультеты, их число увеличилось. По-прежнему будет работать так называемая школа ТРИЗы. Это теория решения изобретательских задач. Будут лекторы из-за рубежа. Большой интерес проявляют посольства, экономические миссии, бизнес-хабы зарубежных стран. То есть мы ждем очень много гостей, в том числе и европейцев. Внешнеторговая палата Германии уже стала хорошей традицией отправлять своих специалистов с сырым курсом лекций. Поэтому добро пожаловать. И я очень рад тому, что Ульяновск всегда отправляет, Ульяновская область, не только сильные команды, не только сильных участников, но и сильных участниц. Напомню, что на форуме Мисс Форум, на конкурсе Мисс Форум, именно представительница «Авиастара» заняла первое место, подтвердив в очередной раз, что в Ульяновской области не только мощная промышленность и наука, но и, наверное, самые красивые девушки. Что, в общем-то, не может не радовать всех остальных жителей в Ульяновской области. Поэтому очень надеюсь, что команды, представляющие промышленные предприятия Ульяновского региона, выступят успешно. И чем черт не шутит, может быть, заняв первое место, наша область получит право предложить свою территорию для проведения очередного урока. Хорошо. На этой оптимистической ноте мы с вами завершим. Большое спасибо за интересный и содержательный разговор. Всего доброго, удачи. И хочу, воспользовавшись случаем, поздравить всех жителей Ульяновской области к замечательным праздникам, который наступает в эти майские дни. Как говорится, праздник со слезами на глазах, когда, с одной стороны, мы вспоминаем потери, с другой стороны, горнимся победами. Но память о событиях 1 мая 1945 года всегда в наших сердцах. Поэтому, дорогие друзья, с праздником вас! Берегите себя! Желаю вам счастья и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok